Всем привет, друзья! С вами Пипа и сегодня мы посмотрим с вами новую игру, которая называется Breakers Collection. Это у нас огромная коллекция файтингов, которая вышла и сейчас мы будем смотреть, что же тут у нас. Итак, у нас есть выбор разных режимов игры, есть онлайн режим, то есть можно соревноваться с другими игроками, плюс тут есть кросс-платформа с другими консолями, например. Интересно, русского языка тут нету, есть экстра, в экстра у нас галерея, звуковой тест интервью, это мы посмотрим, наверное, позже, давайте выберем игру и уже погоним с вами смотреть. Так, у нас чего? Есть две части, Breakers и Breakers Revenge, давайте с Breakers начнем. Что у нас тут есть? Аркадный режим, Versus режим, Team Battle режим, это у нас командный бой, таблица лидеров, ну давайте аркадный режим выберем, блин, офигенные арты у нас, сложность нормальная, таймер нормальный, погнали. Все, и у нас запускается типа ретро, офигеть. Окей, ооо, А, Б, Ц, Д, Е, офигеть. Так, ну ладно, давайте будем смотреть, кто у нас тут из персонажей есть. Так, это у нас Шо, Пиль, Кондор, Рила, Тия, Элсион Третий какой-то, Махерль и Даолонг. То есть бойцов не очень много, ну давайте вот Шо выберем, да без разницы. Против Тии будем бороться, окей. Блин, прикольно, очень классно выглядит файтинг. Ох ты, нифига себе, это прям как стритфайтер. Так, а я какие-нибудь тут фишки могу делать? Тут же по-любому есть какие-нибудь суперудары, блин. А ну-ка, иди сюда. Вот так вот. Так, ну тут у каждого игрока, наверное, есть имбовые какие-то удары, которые можно просто бесконечно долбить и побеждать. Ладно, вроде победили. Базовые движения, мы... Ох ты, вот о чем я говорил тут. То есть есть тут захваты какие-то. И я получил первое достижение, базовые движения. Да блин, как она меня хватает-то, я тоже так хочу. Тут, блин, приемы-то надо изучать на самом деле. Да, во, видели, что-то я сделал. Да, тут можно. Ох ты, вот это я дал. Вот это, да, вот это. О-о-о! А вот это было неожиданно вообще. Нихрена себе. То есть она меня сейчас долбанула прям не кисло так. О-о-о! Я все-таки могу всякие штуки делать, только... Ну, тут в принципе такая же фигня, как и в Mortal Kombat. То есть приемы почти одинаковые. Да блин. Блин, она меня сейчас походу замочит опять. Я в файтинге очень давно не играл. Блин, и кто победил? Я выиграл, фух. Очень давно я не играл в файтинги, поэтому тут главное нужны тренировки. Мне не нужно это. Я получил еще одно достижение. Так, пиль следующий против нас. Окей. Мне кажется, он сейчас нам репу начистит. Вообще очень сильно. Да блин, у него палка. Ну, конечно, блин, издалека-то. Чего он так? Не, ну, если палкой долбить меня издалека, конечно. Блин, ну да, ну да, конечно. Я же тоже... Блин, а я не могу его... А, ну хотя, я могу его уж тут зажать. И, да блин, нет. Ему один удар остался. Да козел, а... Ну, что ты делаешь-то? Нет, ну это имбовый боец. У него палка. Пошел... Да вы видели, что он творит? Я тоже хочу вот такие фиговины делать. Только я не знаю, как их делать. Я еще и прыгать-то нормально не могу. Блин, он блоки делает. Во. Вы посмотрите, что он творит. Он просто меня уничтожает. Охренеть. Ну да, конечно, блин, с палкой-то издалека меня долбить. Очень просто. Да. Да, да, я хочу продолжить. Давайте я теперь пилим попробую. Пилим против пиля. А, это Джордж второй. Это не пиль. То есть у нас... Ну, ага, что? Не прикольно, когда тебя издалека тоже палкой долбят? Вот так вот. Ну, беспонтовый на самом деле боец. У него приемов-то как-то... Ну, блин, что-то я... Что-то я тут сделал, короче. Да, я его побеждаю. Вообще прям легко. Но как-то им драться не особо весело, потому что в основном... Основной удар у него идет палка его. Я не знаю, что это палка. А, это шпага. О. И как тут... Как тут делать вот эти все фишки? Тут надо какой-то... Ох ты нормальный, я с размаху дал. Вот как-то он комбинацию уже нажимает. Вот как он это делает? Так, отлично. Я хотя бы блок сделал. Так, и подойти я ему не... Ох ты нифига. И он, видите ли... Просто с наскоком у меня хреначат жизни больше, чем... Да пошел ты нафиг! Ну-ка, это разве честно? О, я его добил. Нормально. Все, этого года я победил. Проходим дальше? Хорошо. Дальше у нас кто? Махерль. Махерль, араб какой-то. Пузатый такой. Ну, давай посмотрим, Махерль. Ох ты, нифига себе. Так. На что ты способен? У него по-любому сейчас тоже какие-то... Так, что-то, знаете, по своим движениям очень сильно напоминает мне Зангиева из Street Fighter. Что-то прям, ну, очень похож, не знаю. Мне кажется, реально похож. Вот какие-то движения у него реально совпадают. Блин, вот как они это делают? Смотрите, он какого-то джина вообще вызвал. Я тоже хочу джина вызывать, но у меня почему-то... У меня, возможно, таких кнопок-то нету на геймпаде. Тут, может, надо на оригинальном геймпаде с ним сражаться. Тогда я смогу делать. Хотя я какие-то же делал. Блин, ну вот его победить, походу... Пипец вообще. Его, походу, победить нереально. Да, он меня победил. Так, я следующего бойца выбираю. Кондор. Нормальный такой, мускулистый чувак, индейец какой-то. Индейец против раба. Ну да, ой, блин, нифига себе, я же в два раза больше него. Только у меня что-то мой вообще чувак неповоротливый. Нифига он мне лещей навешал. Нет. Слушайте, вот мой, вот сейчас вот этот индейец, вот он как Зангиев реально дерется. Прям вообще очень плохо. Я вообще почти ударов не могу нанести. Но это еще сказывается мой давний опыт, который у меня пропал. В файтингах. Раньше я хорошо в файтингах играл, а сейчас прям, ну, кошмар. Последний раз, по-моему, я играл в Мортал Комбат. Не помню. Десятый я проходил вроде бы. И все. Во, что-то я сделал. Так. А, не. Это щит был. Вот, десятый Мортал Комбат, по-моему, я последний проходил. Но там как-то все очень легко было. Ладно, следующего бойца смотрим. Рила. Блин. Мы, походу, этого Махерля вообще не пройдем с вами. Потому что очень тяжелый. Ну, блин, да вы посмотрите. Я тоже хочу. Блин. Блин, он... Вот, вот как его победить? Он вообще меня просто уничтожает. Я не могу к нему нормально подойти, блин. Он меня просто долбит. Вы посмотрите. Я на все кнопки уже давлю. И нифига не получается. Просто не получается его даже атаковать нормально. Вот так. Может... Опа. Я его обманул. Так, может мне не надо... Блин. А мне надо, наверное, его просто... Да вы посмотрите. Блин. Нет. Нереально. По-моему, нереально этого Хреда победить. Он очень жесткий. Может уровень сложности надо легче ставить. Но на самом легком играть тоже не вариант как-то. Да, этот чувак прям очень жестко нас хреначит. Следующий у нас Тия. Ну, давайте посмотрим, на что у нас Тия способна. О, есть. Эй, блин. Он за это мне сразу лещей накатал. Да ладно. Нифига Тия, слушайте, Тия может... Хотя... Да, блин, нет. Он опять меня начинает долбить прям. Да вы посмотрите. К нему вообще нельзя близко приближаться. Просто нельзя близко приближаться. Это какой-то прям вообще лютый тип. Я думал, блин, первые и вторые сложные были. А тут прям вообще какая-то... Жесть начинается. И вот... И вот только можно издалека. Вообще... Ему нельзя вообще давать как... Ко мне подойти. Причем я ему... Я его бью нормально. А у него... Короче... Ну, один удар распадло. Ему оставался один удар. Я мог бы победить. Но, блин, тяжело. Ладно. Давайте следующего бойца смотреть у нас. Альсион третий. Это у нас какой-то... Я хрен его знаю. Это египетский какой-то тип. Может фараон какой. О, блин, какой он смешной-то. Ну, давай посмотрим. Ой, а вы видели, что он ногами делает? У него ноги тянутся. Блин, у него длинные ноги. Ну, слушай, ты же... Блин, нет, слушайте. Этот тип вообще неубиваемый. Во. Я могу вот такие вот фиговины делать. Может, хоть так получится его. Да, блин. Да я не могу вообще встать даже. Ну, один удар. Блин, вот опять один удар ему оставался. И он меня постоянно добивает. Что же за фигня такая? Вот так. Прям вот так вот. Блин, ну хотя бы такой фигнёй его замочить. Хотя бы пройти дальше, блин. Потому что постоянно с ним... Да хорош, он мне лещей отвешивает, гадёк. Вот. Слушайте, вот эта вот фигня его. Хару. Он что-то орёт там и просто своим пузом на меня летит. Есть. Нифига себе. Смотрите, я его всё-таки победил. Это было жёстко, слушайте, сложно. А сейчас он будет ещё сильнее сражаться. Блин, ну вот. И он сразу своего джина выпускает. Вот так. 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 Вот так. О. Так. Ну мы его сейчас добьём. Один удар всё-таки мы... Мы, наверное, сделаем. Есть. Всё. Мы его добили. Ух. Ну да. Мы, можно сказать, использовали только один приём всего. Ну, блин, хоть как-то, но мы победили. И пофигу. Так. Против Рилы мы теперь будем драться. Сейчас Рилы нам может ещё показать. Ещё хуже, чем было. Ну давай посмотрим. А куда... Ооо, нефига. Да что... Да блин. Блин, он... Вот у этого чувака ударов-то не особо много. То есть я ещё даже не видел у него самый... Нифига себе. Она меня опять завалила. Очередной, блин, боец, который меня лупит. То есть мне против неё надо тоже какого-то бойца подбирать. Да вы посмотрите, вот как они это делают. Нифига себе, я даже блок умудрился поставить. Вот они как-то... Как-то вот, блин, супер удары эти делают. А я не могу. Офигеть. Короче, лупит она меня не по-детски. О, блин. Гадёныш. В женском обличии. Всё, меня замочили. Хорошо. Ладно, двигаемся дальше. Да, я понял. Дальше у нас... Кто у нас? Махер. О, сейчас мы имбовым этим пузатым махерлем попробуем эту дамочку замочить. Не знаю, получится или нет. Да, конечно, получится. Ага. Десять раз. Да, блин, он... Да что ты, дай мне кто-то тебе подойти. Ё-мое, ну как она так бьёт-то, не пойму. Очень жёстко. Ладно, давай, иди сюда. Ай ты, блин. Да вот... Вот почему они могут использовать суперприём, а я не могу. Так, я пока побеждаю. Не змей ко мне подходить, я побеждаю. Ну, есть. Нифига себе. Махерлин нормальный ещё. Имеет силы. Ладно, дальше. Так, главное, к ней... Блин, вот она опять начинает сразу. Так, да ё-мое, ты долго. Фига у неё ударчик один. Всё, у меня почти все жизни кончились. То есть она нормально, она против меня? Ну, конечно. Ну, это разве честно? Нет, не могу этих приёмов делать. Ладно. Ладно, следующего. Но один раз хотя бы мы её победили. Так, и последний у нас. Дау-лонг остаётся. Давайте посмотрим. Сможем ли мы за дау-лонгом. О, это у нас какой-то каратис. Либо китайский, либо... Да ладно, мы почти её замочили. Нифига так быстро. Вот это даже удивительно. Не, нифига. Игра нам такого сейчас не простит. Сейчас нас просто отлупит очень жёстко. Да, во, о чём я и говорил. Всё, она пошла просто в разнос. Посмотрите, что делает. Всё? И всю жизнь мне, да? Ну, класс. Ну, блин, ну так не честно. Супер-удары. Грёбаные супер-удары, которые я не могу делать. Причём, самое интересное, что я жму на все кнопки. То есть и супер-удары-то должны тут быть у меня. Хотя бы какие-то должны выполняться. У меня на первом чуваке получилось один раз как-то шар выполнить. Кинуть. Ну и всё. И чё, она меня завалит сейчас? Я её почти замочил. О, о, вот видели? Наглость какая. Я её почти добил второй раз. И вот такая вот фигня произошла. Так, ну что, понятно. Давайте тогда в главное меню. Давайте в главное меню выходим. И зайдём теперь в Breakers Revenge. Тут у нас, видимо, это продолжение. Так. Онлайн-режим. В онлайн-режим я не пойду. Я знаю, там меня сразу накернят. Так, ну, сложность. Пятёрку так и оставим. Всё как есть. И погнали смотреть. Так, ага. Всё то же самое. Так, а у нас какие тут бойцы? Шо. Пиль. Кондор. Рила. Тия. Алсён-третий. Махерль. Да, у Лонг. Ис. О, у нас только один тут поменялся. А остальные все те же самые. Ну, давайте с первого начнём. Да, немножечко тут поменялось. Наверное, приёмы какие-то поменялись. Это всё-таки, получается, у нас обновлённая какая-то уже часть. О, вы видели? Видели? Я рукой смог какую-то фигню сделать. По-моему, такой приём был в Street Fighter у Сюмаиста Здорового. Всё. Этого я победил. Отлично. Раунд два. Погнали. Блин, по-моему, вот этот самый нормальный у нас боец. Вот если так посмотреть. Блин. Не, ну это всё. Вот как он хватает? Ну, посмотри, что делает. Мне один удар остался. Всё, я уже явно не добил. Ладно, сейчас будем пробовать. Мне кажется, блин, к нему подходить опасно. Очень близко. Ой, блин, вот я взлетел. Прям можно было... Во, ещё даже шар на него метнул. Как я это сделал, вообще непонятно. Во, ещё даже шар метнул. Да ох ты, нифига, вот это что-то за такой удар был. Прям какой-то кидок в ноги с двух ног вперёд. Ну ладно, я его победил. Хорошо. Так, следующий у нас идёт. Сайза. Вот это как раз новый чувак. Это какой-то у нас ниндзя. И... Ну, он с мечом. Тут уже всё сказано. Он меня сейчас просто тут задолбит. Уже видно, что он тут прям не кисло так охреначит. Ну, хотя у нас ещё... У нас ещё есть шанс. Мы пока немножечко доминируем. Пока, блин, он близко не подбирается. Да ё-моё, блин, ему нельзя давать ударять. Да вы посмотрите, он ещё и бомбы. Ну, зашибись. То есть, ты чё, у меня типа... А, он меня добил. Классно. Тут ещё, короче, появились в этой части добивания. То есть, мы стоим такие, шатаемся у нас. Башка кружится. И потом он добивает. Ой, зашибись. Вот. Вот о чём я говорил. Каких-то кондоров запускают. У каждого есть своя какая-то фишка, которую я не могу тут выполнить. Не, ну тут в настройках по-любому. Можно найти тренировку, посмотреть, какие приёмы делать. Но... Ну, блин, ну я... Вот я чё, заметил, как только я начинаю побеждать, ему остаётся один удар. Смотрите, он... Есть. Офигеть, я успел. Я уже думал, всё-таки завалят. Я заметил, как только остаётся у противника очень мало жизни, он прям начинает люто долбить. И уже прям... Да, блин, ну это вот этот орёл? Или чё это такое? Коршун какой-то налетает? Прям пипец. Скорее всего, это орёл? Да... Да дай мне тебя ударить там. Блин, нифига себе. Он блоки ставит ещё так вовремя. Блин. Так, ну наравне, 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 наравне. Так, один удар ему остался. Не подходи, есть. Всё. Нормально. Нифига себе, мы двоих опять прошли. Но третий нас сейчас, как всегда, завалит. Так, Алсион третий. Кстати, против него мы не дрались. Тут это сейчас даже, знаете, будет весело. Нифига, он длинный. Вот мы как раз сейчас посмотрим, на что этот тип способен. Он же тут, блин, может растягиваться не кисло так. Вот смотрите, на какую длину он бьёт. Блин, я даже прыгнуть не могу. То есть мне надо к нему подходить. Да, блин. Ну всё. Но это нечестно, да. Против него тяжело очень, потому что очень длинные у него удары, ноги, руки. Я до него даже дойти не успеваю. А он у меня уже просто долбит. Вы посмотрите. То есть мне надо как-то шары метать. Во. Блин, метнул, но не попал, к сожалению. Во, опять не попал. Он прям вовремя угибается, прикиньте. На, блин, тебе в репу. Ну нифига, ну это просто. Тут уже его победить не было шансов никаких. Да, я понял, что он меня победил. Давайте следующим пилим. Ну сейчас попробуем пилим против этого чувака. Или у нас какой-то, я не знаю, типа Зора. Да хорош тебе. Не, он тоже издалека бьёт. Ну можно вот так вот тыкать шпагой. Хотя это мало чего даст. Да гадёныш, он и плюётся, и вытягивается, и какие-то фиговины вон творит вообще. Тут победить вообще почти нереально. Я не знаю, как надо. Наверное, надо такого же выбирать против него. И уже тогда с ним сражаться. Потому что других вариантов я не вижу. Очень тяжёлый. Очень тяжёлый боец. В плане того, что до него тяжело допрыгнуть. Блин, я бросок сделал. Офигеть, даже получилось как-то непонятно как. Ладно. Да блин, нифига, он у меня лещей просто отвешивает со всех сторон, как только хочет. А я ничего не могу сделать. Ладно, дальше следующий у нас идёт Кондор. Ну Кондор вообще беспонтовый, насколько я понял с прошлой части. Он вообще неповоротливый, очень тяжёлый. Удары у него короткие. Смотрите, у него колено. Колено-рука. Ну, только руками долбить, потому что колено вообще не в тему. Колено можно бить, только если я подошёл поближе. Ну да, подойдёшь тут. Во. Серёж, есть. Да ладно, он стоял же, шатался. Какого хрена? Ну типа мне надо было как чем-то мощным его добить. А я тупо, ну да блин. Офигеть. Вот как к нему подойти? Во, нормально, слушайте. Нифига, он блоки делает просто нереальные. Прям в определённый момент, когда я его убью. То есть он уже точно знает, что я в какую долю секунду ударю. Да блин, не могу я к нему подойти. Ну это просто пипец позорище. Ладно, я сейчас дойду. До бойца такого же. И ему достанется. Так, Рила. Ну Рилой вряд ли я смогу его победить. Давай посмотрим. О. Да конечно, размечтался я. Если я его измочу, то только один раунд чисто случайно. Остальные раунды он конечно меня замочит. Но не, во, вы видели? Ему остаётся чуть-чуть. Вот смотрите, один удар остаётся и всё. И он меня добивает. А, я добил. Офигеть, я выиграл чисто случайно. На последних прям издыханиях, можно сказать. Ладно. Да вы посмотрите, чё творит. Сразу пол жизни. За один комбо. Да блин. Тварь ты. Египетская. Я б тебя сейчас зажал куда-нибудь в угол и показал, чё я с собой сделал. Не, всё. Замочил меня. Очень быстро причём замочил. Так, третий раунд. Да, я же выиграл у нас. Один раунд. Блин, ну, ну дымки пускай. Да задолбал ты. Он просто не даёт к себе подойти. То есть я тут вообще бессилен. Всё, просто по репе издалека мне долбанул. И я больше ничего не смог сделать с этим. Ладно, следующий боец. Хорошо. Следующий кто у нас? Тия. Но Тия, кстати, нормально. Лупит. Если ей приноровиться играть, то очень даже неплохо будет. Давай посмотрим. Ну, он так же. Так же мне не даёт подойти. Абсолютно никак. Ах ты. На, на, на. Блин. Если б я ещё прыгать мог нормально, то... Ох ты, нормально. Да нет. Ну, добей его. Ну. Ну, пипец. Ну, вот эти его низкие удары прям подлейшие. Просто подлейшие удары. Блин, ну это... Нет, этот чувак тут просто уничтожает и унижает всех. Короче, за него играть, это вообще... Ну, это просто имба полная. Победить его очень тяжело. Ну, просто издалека уничтожает. Ладно. Следующего берём. Когда мы там до него же дойдём. Вот он. Ну, давайте посмотрим, получится или нет у нас. Так, это у нас получается Алсион Третий против Атоума. Ай ты, блин. Смотрите, я даже по нему попасть не могу. Блин, ну я не могу вот эти все фиг... Ох ты, нифига себе, какую я сальтуху сделал. А он всё равно... Слушайте. На него не действует. Да он меня... Слушайте, он меня так же мочит. И вообще даже... Я ему даже полжизни не снёс. Нифига себе. Слушайте, лютый враг попался. Прям вообще чисто... Слушайте, вот мне кажется, его реально можно только чисто случайно... Замочить. Вот так вот. Какими-то лещами. Вот. Первый раз мы его замочили. Окей, ладно. Второй раз он нам хрен даст выиграть. Я очень в этом сомневаюсь. Во, леща мы. Да ладно. Нифига себе. Мы его столько долбили, а он у нас почти столько же сразу жизни отнял. Да ну хорош. Ну это... Это бред. Есть. Замочили его всё-таки. Ну да, как я и думал, что только этим же чуваком мы можем замочить этого года. Так, пель. Блин, так смешно у нас чел. Звуки издают. Воу, воу, воу. Блин, он как будто мумия. Воу. Ну чё, пель. О, пель нас сейчас, по-моему, отмудохает так. Не слабенько. А ещё спецудары. Блин, нет. Я почти... Блин, нет, нет. Блин. Да сейчас я его... Сейчас я его запинаю. Блин. Чёрт. Нет, всё-таки он своей сабелькой маленькой меня замочил, гадёныш. Ладно. Но в принципе нам без разницы, победит он нас или нет. Мы смотрим с вами всех бойцов. Чё тут поменялось? Блин, нифига себе. Вот это он сейчас прям жёстко меня долбит. Да я даже этим чуваком не могу ему ничего сделать. Какого хрена? Всё, нас просто опозорил на пуле битвы. Да-да-да, я понял, что ты рад. Следующий у нас Махер льдёт. Опять вот этот пузатый араб. Посмотрим, на что он сейчас способен будет. Ну, скорее всего, он ничего не покажет, потому что, ну, им играть на самом деле тоже не особо хорошо. Это, как я уже сказал, копия почти Зангиева. Только немножечко по-другому тут дерётся. А так, очень сильно его приёмы похожи на Зангиевские стритфайтера. Тут вообще очень персонажи похожи. Блин, чёрт. Ну, могу сказать, что раньше делали все файтинги. Все ориентировались на стритфайтер, который был просто эталоном в то время. И все равнялись на именно эту серию игр. Потому что других крутых игр тогда ещё не было. Да, был Мортал Комбат, но он немножечко позже появился стритфайтера. И там уже совсем другая история. У стритфайтера прям там очень долгая история. И очень-очень много частей выходило на разных консолях, на игровых аппаратах и так далее. Так, ну у нас осталось два бойца. Короче, получается, в этой версии просто добавили одного лишнего бойца. Немножечко приёмы поменяли. Блин, тут появилось у нас, значит, добивание в конце уровня, когда у нас враг шатается. Да ё-моё. Блин, а я тут, получается, нифига не могу. Блин, воу лупит. Да вы посмотрите, что он творит. Я вообще ничего не могу сделать. Ну да уж. Не, если натренироваться хорошо в эту игру, то очень можно хорошо погаситься. Можно начинать, например, с первого самого уровня сложности. Во-первых, сначала изучить все приёмы у каждого бойца, все вот эти суперудары. И потом уже смотреть по уровню сложности, потихонечку поднимать и смотреть, куда можно будет дойти. И где пределы возможности. Хотя, я думаю, если тренироваться, то предела возможности нет. Вот мы и добрались до Сайза. Это у нас последний новый боец. Давайте попробуем за него поиграть. Что у нас он покажет? Ну, я бы не сказал, что он прям... Ну да, у него есть сабля тоже. Но он не такой уж сильно поворотливый. Мне кажется, самый первый боец, которого мы выбирали, он самый такой нейтральный и более живой. Он как-то быстрее двигается. Вот этот почему-то, я не знаю, прям медленный какой-то кажется. Может, это просто моё ощущение, но у него удары прям медленные. Прям реально медленные. У него даже замах меча идёт как-то медленно, очень сильно. Офигеть, я даже ударов толком-то и нанести не могу, смотрите. Потому что он у меня пока замахнётся, и этот чувак меня просто уничтожает. Всё. Получается, я поиграл. Окей, ладно. Я понял. Давайте возвращаемся тогда уже на главный экран. Посмотрим, что у нас тут есть. У нас же тут есть тренировочный вот режим. Как я говорил, у нас есть режим тренировки. Блин, какие же классные арты тут. О, нифига себе, мы сразу получаем достижения. Ну, давайте вот где-нибудь, я не знаю. Ну, вот тут вот, например. Тренировочный режим. Вот. Рилы я хочу, например, просто попробовать ради интереса. Тут нам показываются какие-то приёмы. Так, а если подойти? Вот. У нас, значит, захват вот идёт на эту кнопку. Причём он по-разному идёт. Короче, режим тренировки тут есть. Понятно. Так. О. Вот у нас приёмы. Смотрите, муфлист. То есть у нас тут есть куча приёмов. Как я говорил, у всех бойцов есть свои приёмы. И если их все заучить, то тут, в принципе, можно даже очень хорошо поиграть. Так, а это что у нас за персонаж? Не понял, я что-то такого не помню. Разве такой был? Подождите, вот эти все были. А вот это кто такой? Это кто за чувак? Это, короче, какой-то дополнительный. В общем, вот такая вот коллекция файтингов, ребят. Очень офигенная. Кто любит ретро-файтинги наподобие стритфайтера, mortal kombat, блин, обязательно приобретайте, либо скачивайте где-нибудь. Очень офигенно, советую. Сами всё видели, сделано в лучших традициях. Но это просто оригинальные версии перенесены на новую платформу. И теперь каждый может играть. Плюс ещё играть в онлайн-режиме, что очень круто. Тут есть режим против. Есть team battle mode. То есть это, походу, аркадный режим. И там 2 на 2, наверное. Или как-то так. Так, и онлайн-режим. Ну, я, скорее всего, сейчас зайду в онлайн-режим. И, наверное, там никого не будет ещё. Потому что, наверное, игроков сейчас нету. Сейчас поздняя ночь. Ну, давайте посмотрим. Куча разных пользовательских соглашений. Надо пролистать, чтобы подключиться. Так, введите своё имя. Имя, ну, пусть у меня будет PIP. Так, Европа, Азия. Так, глобальный пусть будет создать аккаунт. Подключаемся к серверу. Сейчас посмотрим, просто получится у нас кем-нибудь погонять или нет. Так, закрываем. Battle Lobby. Ну-ка, нифига себе. Неужели тут сейчас будут бойцы? Так, нестабильное соединение показывает. Так, поиск лобби. О, игроков-то почти нет. Ну, чё, есть американцы. Давайте к американцам зайдём. Посмотрим. Поиск комнаты. И сейчас посмотрим. Есть ли какой-нибудь американец готовый с нами сразиться? Если есть такие готовые, то прикольно. Ну, нет, к сожалению, походу, никто не хочет, либо не готов с нами играть. В общем, ребят, вот такая вот игра. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком, комментарием. А я пока пошёл искать для вас ещё какие-то интересные игры. Смотреть, что мне там ещё прислали разработчики. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok